Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Все еще остается загадкой. Биографию Канга мы подробно разбирали в видео, которое вы найдете по ссылке в описании. А сейчас поговорим обо всех версиях Канга, которыми он пугал Сильвию и Локи в конце первого сезона. Нас ждут и Мортус, добрый Канг, Канг-железный человек и даже Канг, который теоретически может появиться в Вечных. Ну а начнем с того, что, как и упоминал сериал, Канг – обычный землянин из плоти и крови. Будучи возможным далеким потомком Рида Ричардса или Доктора Дума, Натаниэль, родившись в 30 веке, оказался таким же гением. Только помимо физики его интересовали история и путешествия во времени. Важно отметить, что родом Канг не из основной вселенной. Он изначально родился в мире, где человечество не проходило средние века и технологически развивалось. По иронии, помог осуществить мечту злодею Доктор Дум. Именно его машину времени нашел Канг и, вдохновившись ей, начал дискотеку. Парень с технологиями будущего набегал на цивилизации прошлого, а затем снова возвращался. Со временем обрастая все новым оружием, доспехами и кораблями. В конце концов, итоговый костюм Канга позволял ему управлять технологиями, находясь в открытом космосе и порабощать волю людей. А корабль, по словам завоевателя, мог уничтожить Луну. Но главная заноза в заднице не конкретно этот первый Канг, а то, что в каждой из мультивселенных персонаж выделяется. И в отличие от одинакового Таноса и, по большому счету, безобидных альтернативных Луки, ведет себя по-разному. Черная вдова стала первым громким кинокомиксом в этом году. Впереди нас ждет сиквел «Отряда самоубийц», который в корне отличается от запоздавшего приквела Наташи. Но перед этим каждый уважающий себя гик просто обязан сходить в кино на сольный фильм о безмолвном ниндзя по имени Снэйк Айз. Вы наверняка слышали о нем, ведь этот персонаж уже появлялся в двух частях «Броска коброй», которая основывается на одноименных комиксах. В новом фильме вам предстоит узнать историю становления Снэйк Айза и о том, как он стал по-настоящему непобедимым ниндзя. И это лишь часть истории. Помимо его злейшего врага Сторм Шэдоу, в ленте появится террористическая организация Кобра и спецподразделения хороших ребят-агентов из G.I. Джо. Вместе со Снэйк Айзом им придется столкнуться с угрозой невиданных масштабов, а заодно сформировать команду, которая в будущем будет ответственна за спасение мира. Главная роль в фильме досталась Генри Голдингу, который точно известен вам по роли Сухого Глаза из «Джентльменов». Вас ждет море экшена, крутой саунд и, конечно же, драки на мечах. Все это буйство будет происходить прямо на улицах Токио, где для фильма было отснято сразу несколько динамичных сцен погонь. Лента выходит в прокат в кинотеатрах и Ваймакс уже 22 июля. Так что самое время вновь отправиться в кино. Собственно, наш разговор об альтернативных Кангах и начнется с того, что версия с броней и кораблем, о которой мы говорили, называется «Прайм Кангом». То бишь главным, ровно тем, о ком думает каждый, представляя злодея в голове. Этот Канг завоевал половину галактики в будущем и скуки ради начал отправляться в прошлое, покоряя Империи и там. А заодно намеренно, а временами и не очень, оставляя в этих временах свои альтернативные версии. И попутно сталкиваясь с версиями себя из будущего, которые, в свою очередь, считают Прайм Канга своей альтернативной версией. В общем, все очень сложно. Был в истории этого Канга и целый совет Кангов, которые управляли делами и мультивселенной. Был и Хронополис, Цитадель Канга, собранная из кусочков городов различных эпох. На этом моменте с наркоманией мы закончим и сосредоточимся на альтернативной версии. И первая же всеми силами просится к появлению Вечных. А заодно намекает на людей Икс. Ибо первой попыткой завоевать что-то в прошлом для Прайм Канга была отправка в Древний Египет. Если точнее, в 2960 год до нашей эры, куда Канг отправился на корабле, похожем на сфинкса. При крушении злодей ослеп. Но безоговорочное технологическое превосходство позволило ему даже в этом случае поработить жителей Египта, назвав себя Раматут. Канг добился, чтобы его почитали как бога, и барабанная дробь начал искать апокалипсиса, первого из мутантов. А заодно сражаться с версиями героев из будущего, которые периодически приходили в Древний Египет, ну по своим делам. Билл Сараматуты с Доктором Стрэнджем и с Фантастической Четверкой, а позже и с Железным Человеком. И эта версия Канга бьет в два колокольчика. Первый фильм «Вечные», где часть событий будет происходить в прошлом. Вполне в стиле Марвел устроить встречу Вечных и Канга, пусть даже в виде мимолетной отсылки. Ну а второй колокольчик связь Раматута с мутантами. В теории, если верить шестой серии Локи, альтернативных Кангов в той вселенной, которую мы знаем, не было. Но после завершения сериала они появились. И Файги может спокойно сделать Раматута каноном и завернуть все так, что именно его отправка в прошлое родила апокалипсиса, тем самым оформив появление Людей Икс в киновселенной. Все просто логично и про существование Раматута определенно стоит помнить. Как и про Имортуса, следующую достойную внимания версию Канга. Хотя бы потому, что фактически это сильнейший Канг. Он одна из самых взрослых версий персонажа. И появился Имортус, когда Канг на старости лет вновь вернулся в Египет и стал Раматутом, желая дожить жизнь спокойно. Но шило в заднице не дало, и Канг начал изучать лимб, чтобы получить бессмертие. Вместе с этим Имортус стал работать вместе с хранителями времени, отказавшись их убить. Это вообще главная фишка постаревшего Канга. С возрастом он стал мудрым и понял, что большинство вопросов лучше решать не силой, а хитростью. Это и сделало Имортуса опаснейшим Кангом. Он и создал тот самый совет Кангов из альтернативных версий персонажа и тайно им манипулировал, добивавшись своих целей во всей мультивселенной. Также именно Имортус свел вместе Алую Ведьму и Вижена, желая сломать Ванду, сделав ее своей приспешницей. Успел парень не свести Железного Человека с ума, не раз подраться со своими версиями из прошлого и в итоге стать абсолютным повелителем времени. Причем к абсолютной старости, превратившись в хорошего парня. Имортус спас землян, подтолкнув их к развитию космоса, помогал Мстителям с Альтроном и даже с Мефисто. И женился на Равоне Ренслеер, с которой прожил долгую счастливую жизнь. Вообще многие считали, что в финальной версии Локи мы увидели именно Имортуса, ибо концепт версий очень схож. Что тот, кто остался, что Имортус в итоге становились властелинами мультивселенной. Ну а режиссер Кейт Хэрон все опровергла, заявив, что видели мы не Имортуса, а значит можем узреть его в будущем. Что означает забавный факт, в отличие от Таносов, Человеков-пауков и тех же Кангов, Имортус во всей мультивселенной Марвел ровно один. Это не раз упоминалось в комиксах и мультфильмах, а значит если он появится в Марвел, это будет первым появлением на экране каноничного персонажа комиксов. Едем дальше и поговорим о еще одной версии, появление которой фактически неизбежно. Это Железный парень, не раз мелькавший в наших видео. Ибо еще будучи подростком, Натаниэль Ричардс встретился с версией себя из будущего и поклялся сделать все, чтобы не стать таким злодеем. Для этого он отправился в прошлое и присоединился к юным Мстителям, де-факто являясь молодой версией Железного Человека. К слову, броню ему подарит именно старая версия Канга, а позже эта же версия будет охотиться за подростком-бунтарем. Сюжет там максимально наркоманский, но если вкратце именно Железный парень соберет команду юных Мстителей в прошлом, но так как его появление вызывает изменения реальности, Ричардс все же вернется в будущее и начнет становиться Кангом-злодеем. Но тем не менее, в прошлом о нем все будут помнить, а костюмчик достанется Вижену. Такая вот загогулина. Еще одна мимолетная, но интересная версия Канга — это Алый Центурион. Он случился, когда Рама Тут, выбравшись из Египта, встретил Доктора Дума, которого посчитал своим предком и захотел устроить косплей. Центурион взял Мстителей альтернативной вселенной, внушил им, что увеличение количества супергероев в будущем приведет к Армагеддону и превратил команду в злодеев, которые выискивали и ликвидировали суперлюдей. Параллельно Центурион отправил в эту вселенную основную команду Мстителей-616, надеясь, что ребята друг друга уничтожат. Не срослось, и позже Канг забраковал личину Центуриона, вернувшись к Рама Туту, а позже к Завоевателю. Тем не менее, Алый Центурион позже вернулся как 23-й сын Канга, который помогал ему в различных завоеваниях. Была еще одна по-настоящему ультимативная версия Канга. Ее так и звали – Дум-Завоеватель-Анигилятор. Она родилась, когда грустный подросток Канг осознал, что героем стать не получится, и пустился во все тяжкие, объединив в одно варианты Доктора Дума, Анигулуса и себя самого. Получился настоящий почти неубиваемый монстр, которого Марвел использовала не так уж долго, выставив в виде обычного злодея фантастической четверки. Тем не менее, наряду с Иммортусом и Прайм Кангом, этот мутант считается чуть ли не сильнейшей версией персонажа. Правда, для его введения в киновселенную сначала стоит разобраться с Доктором Думом и Анигулусом. Есть версии Канга, которые прекрасно стыкуются с уже имеющимися фильмами киновселенной. Помните костюм Человека-факела из первого фильма о Капитане Америка? Так вот, в комиксах его тоже создал вариант Канга. Речь о Викторе Таймли, Канге, который отправился жить в 1901 год. Особого желания завоевания у него не было, но был ум Канга и доступ к Хронополису. И поэтому, основав свой город Таймли, Виктор начал изобретать вещи задолго до того, как человечество дошло бы до них своим путем. Одной из таких вещей и был андроид, который позже стал факелом. К этой же категории относится Мистер Гриффон, которого мы упоминали в разборе пятой серии. Это тоже запертый в прошлом Канг, который основал корпорацию Кенг, перепрограммировал Вижена, выкупил башню Старка и устроил неплохую такую дискотеку. Мистер Гриффон даже сталкивался со Мстителями, которых практически одолел. Но, как и все версии Канга, в итоге супергерои Земли оказались сильнее. Это вообще необычная фишка завоевателя, ибо при всей своей мощи и возможности щелкать, как орешки, могучие космические сущности, со Мстителями раз на раз у него не получается. Собственно, и Мортус поэтому и стал так могуч, что в кой-то веке отказался от прямой конфронтации и решил действовать хитро. Ну а завершим наш хит-парад Кангов достойным соперником для Аллигатора Локи. Речь о кенгуру-завоевателе, обитателе мира свина, паука и прочих героев-животных. Его запустили как шутку, но все же даже кенгуру Канг обладает технологиями захвата целых таймлайнов. Он знаменит тем, что влюбился в Алую Дворнягу, сделал животную версию Альтрона своей правой рукой и отгреб от животной версии Мстителей. В общем, парень был более чем колоритный, как, собственно, и любая версия Канга, одна из которых точно появится в Человеке-Муравье 3, и нам лишь остается гадать, какая именно. Как остается надеяться, что и в Вечных не обойдется без хотя бы словесного упоминания Рама Тута, ибо пришел Канг в киновселенную всерьез и надолго. До новых встреч, друзья!